Здравствуйте, дорогие мои! Итак, сейчас мы будем готовить вместе с вами мыло косметическое в домашних условиях. Самым основным ингредиентом у нас будет мыльная основа. Вот у меня она такая, вот примерно какую-то часть я сейчас использую, примерно 200 грамм я буду использовать. Затем, когда у нас есть мыльная основа, нам понадобится нож-досточка, это, конечно, банально, а также тарелочка, в которую мы будем бросать мылка. Мыльную основу нам нужно порезать на кубики. Я нарезала примерно вот такие вот кубики. Теперь мы бросаем мыльную основу в тарелочку. Вот столько мыльной основы у нас получилось нарезанной. Сейчас я буду топить мыльную основу. В этот раз вместо плитки я буду топить мыльную основу на водяной бане. Хотя в прежний раз на плитке у меня тоже классно получилось, но я решила проэкспериментировать и попробовать еще топить на водяной бане и сравнить для себя, что мне удобнее и что лучше по результату. Итак, пока топится мыльная основа, мы приготовим следующие ингредиенты. Это спирт. Он у меня находится в таком вот флакончике с распилителем. Дальше мне понадобится масло бергамонта. Бергамонта, эфирное масло бергамонта, желатин, базилик и ромашка. Цветы ромашки, которые мы запарим. Итак, теперь рассказываю все по порядку, потому что я понимаю, у вас сейчас все сбилось в одну кучу, вы не знаете, что зачем, что куда бросать. Так, пользуюсь я, конечно же, своим блокнотиком. Здесь у нас записаны все мои рецептики. Мыльную основу мы ставим топить на водяной бане или просто на плитке, кому как удобно. Дальше берем ромашку. Дальше берем 2 чайных ложки ромашки на 50 мл кипятка. И ставим настаиваться ромашку 1 час или 1,5 часа. Но это если вы делаете 100 грамм мыла. Если вы берете 200 грамм, как примерно я, то я делала 4 чайных ложки на 100 мл кипятка. И наставила 1,5 часа ромашку свою. Затем берем желатин. Но если вы берете 100 грамм мыльной основы для изготовления мыла, тогда вам нужно брать 1 чайную ложку желатина без горки. Если же вы берете, как и я, 200 грамм мыльной основы, то вам понадобится 2 чайных ложки желатина без горочки, которых мы заливаем ромашкой, которая у нас получилась в процессе настойки. После того, как вы настояли ромашку, обязательно процедите ее и этой же ромашкой залейте желатин. Затем вам понадобится базилик, 1 чайная ложка без горки и масло бергамонта, 10 капель. Итак, сейчас я все это вам наглядно еще разочек покажу для закрепления. Итак, наша мыльная основа разогрета и, как вы видите, сейчас находится в жидком состоянии. И в это время мы вводим желатин с ромашкой, помешивая. Напомню вам, что на 100 грамм мыльной основы вам понадобится 1 чайная ложка желатина без горки и 2,5 чайных ложки ромашки, которые прежде настаиваются в кипятке, а потом процеживаются и смешиваются вместе с желатином. Итак, очень красочный желтый оттеночек. Затем мы добавляем остаток желатина. Получается более коричневатый такой, мутненький в какой-то степени. Цвет более насыщенный, более коричневый. Затем в эту массу мы капаем 20 капель бергамонта, так как на 100 грамм мыльной основы мы капаем 10 капель. Но так как у нас здесь 200 грамм мыльной основы, мы капаем 20 капель бергамонта. Также в эту массу мне понадобится добавить 2 чайных ложки без горки базилика, так как у меня на 200 грамм мыльной основы, поэтому я беру 2 чайных ложки без горки базилика. Размешиваем. Как вы видите, мыльная основа уже начинает застывать. Мы быстренько все еще перемешиваем. Если вы видите, что у вас мыльная основа начала подстывать, и вы еще не успели закончить свои дела, вам много чего еще осталось делать, или вы закончили, но у вас образовались комки, еще раз можете разогреть на водяной бане, это не будет никакой ошибкой. Также помимо ароматизаторов или красителя, вы можете добавлять запах или ароматизатор любимый, любимого парфюма, парфюмную композицию, которая вам больше всего нравится. Сейчас я пойду опять же подтопить свою мыльную основу и свое образовавшееся вот такое мыло, для того, чтобы оно опять же стало однородной массой и не образовалось больше таких вот комков внутри мыла и не испортился эстетический вид. И пока моя мыльная основа опять же таки подтапливается, я подготовлю формочки. Пока мои формочки доходят ко мне, то есть пока мой заказ ко мне идет, пока я не получила те, которые я жду, я буду использовать формочки от детской посудки. Очень здорово, что мы купили ляле именно такие посудки. Они мне очень подойдут и выручат в этой ситуации. Может поместиться в такую вот подарочную коробочку, понимаете? То есть размер будет нормальный, соответствовать. И в принципе это мне очень радует. Я приготовлю на всякий случай 4 разных емкости. На запасе у меня еще рядом 2 стоят. Перед тем, как залить мыльную основу, мне нужно подготовить формочки. Формочки мне нужно сбрызнуть в спирт. Сбрызгиваем спиртом для того, чтобы хорошо отставало мыло после того, как оно застынет. Также сбрызгиваем для того, чтобы не образовалось лишних пузырьков воздуха. Итак, моя мыльная основа опять же таки в жидком состоянии. И теперь я буду заливать эту основу формочки. Также можно сбрызнуть сверху еще раз спиртом, для того, чтобы пузырьки исчезли. Я возьму более удобный черпачочек. Вот, и уже... Хотя все равно какие-то капельки у меня попадают на стол. Наливаем. Еще есть остаток. Я это вылью в такую еще одну емкость. Я ее тоже предварительно сбрызнула спиртиком. Вот, сейчас мы выльем туда весь остаток мыльной основы. И, как вы видите, как раз отлично получилось. Еще раз сбрызгиваем спиртиком, для того, чтобы все пузырьки исчезли. И мылка была очень красивым и эстетичным. Теперь у нас есть 5 разных емкостей, разного примерно размерчика. Теперь нам понадобится время, для того, чтобы мыльная основа и сама мылка застыла. Примерно 10 минут, я думаю. Примерно, так как это белорусская основа. Белорусская основа остынет примерно 5-10 минут. Но мы дадим ей примерно 10 минут. За это время я сделаю коробочку, в которую буду помещать вот такое, одно из таких мылок. И покажу вам заодно, как будет выглядеть мылка, когда она будет ехать к своему заказчику, к своему новому хозяину. Для того, чтобы человек, который у меня его закажет, получил красивое мыло полезное и в эстетичной красивой упаковке с отличным оформлением. Итак, дорогие мои, опять я с вами и показываю вам, что же у нас получилось. Знаете, сначала я, когда попробовала вытащить мылка, я разочаровалась и подумала, вот капец, все, нужно будет переплавлять и перезаливать. Потому что, в принципе, пожалела даже, можно сказать, что рискнула в детских посудках попробовать залить. Но ничего страшного. Вот сейчас перед вами много разных видов, разных новых формочек. Возможно, в дальнейшем я буду ими пользоваться, но, конечно же, только для однотонных таких же примерно мылков. И, возможно, какое-то время я еще смогу обойтись без профессиональных. Но пока заказ идет, пока я присматриваюсь к новым формочкам, я буду что-то использовать с подручных средств. Попробую с силикона или попробую с гипса залить. Но давайте не будем отклоняться от темы. Я вам покажу каждую посудинку и сразу же результат того, что получается из этой формы. Вот. Первая посудинка, которую вы видите, находится вот у меня в руке. Она достаточно глубокая. Самая глубокая из тех, которых я использовала сегодня. И вот салфеточка с изделием, которое у нас получилось. Как вы видите, вверху, ну то есть это низ был, да, осел сам осадочек, сама специя, сам базилик. Вот. Если рассматривать сбоку, то в принципе нет никаких специй, нет базилика, просто такое оливковое вот мылко натуральное, эко, можно так сказать. Вот. Я не буду лапать, трогать не буду мылко, чтобы никому не было противно потом ими пользоваться. Сразу же салфеточкой презентую и слаживаю в коробочке. Вот. Так, сзади, давайте посмотрим, что же сзади. Сейчас возьму еще одну салфеточку. Был верх. Здесь тоже много разных таких вот кусочков перемолотого базилика. Но это был верх, в данном случае заливки, но будет низ. То есть верх будет более красивший и более лучшая будет формочка, так что в принципе видно, что сразу же натурально, без красителей, без добавок, да, и красивая такая вот мылка. Самое главное, что эта мылка можно использовать как утром, так и вечером по уходу как за лицом, за шеей, за декольте и за всем телом в общем, можно так сказать. Бергамон способствует матовости кожи, очищает и как действует как антисептик и как антибактериальное действие. Итак, следующей формы мы будем разглядывать не так подробно, сразу же формочка и изделие. Сразу же буду вам показывать. Итак, начнем с следующего. Это вот такая вот мисочка, средней такой глубины. Здесь получилось довольно-таки плоское мыльце, тоже верх и низ с достаточным количеством базилика, что придает особого внешнего даже вида натуральности, что придает эстетичности и что красиво смотрится. И даже при умывании такая мылка будет делать микромассаж лица и восстанавливать кровообращение, массажируя мелкими частичками базилика. И смотрится достаточно оригинально, то есть очень круто, да. Я даже для себя ставлю какое-то одно и сегодня же попробую, мне кажется, получится круто. Ну, то есть эффект будет классный, потому что без отдушек, без красителей, без добавок. Сейчас я вам покажу коробочки, которые я делала во время высыхания мылков. Я делала вот такую вот коробочку. Ну, здесь, кстати, видите, сейчас, это отсюда, нужно будет закрепить дополнительно клеем. Итак, что мы будем делать? Мы же не сможем просто положить мыло и отправить, правильно? Для этого нам нужен какой-то внутренний декор, внутреннее наполнение. Вот. И для этого я буду использовать такую вот бумажную стружку. Она у меня красивого зеленого цвета, то есть идеально подходит под наш стиль, эко-стиль. Вот. И, кстати, напомню, что это мыло было косметическое, то есть очень с хорошими, полезными свойствами. И универсальное в своем исполнении. Так, берем немножечко бумажной стружечки, ставим сюда, да. Вот. И берем самая красивая мылка, которая нам нравится. Вот. Все. Мылка положили. Накрываем крышечкой. Затем мы можем декорировать ленточкой, да. И затем на ленточку мы прицепим бирку с брендовостью, то есть я прикреплю свой логотип и надпись, что это ручная работа. И также обязательно напишу состав. Если вы хотите заказать, вы можете связаться со мной на моей странице ВКонтакт. И я сделаю индивидуально для вас что-то особенное, что-то классное. На подарок, тем более, что оближется 14 февраля. На этом все, дорогие мои. Спасибо, что смотрели. Очень рада, что вы смотрите мой канал. Вот. До новых встреч. Пока-пока.